Ребята, всем привет! С вами Хелс Натали, я рада видеть вас на своем YouTube-канале. Вы видите передо мной коробочку с посылочкой с iHerb, а значит, что у нас сегодня очередная распаковка. На самом деле, я вам сделаю такой небольшой спойлер, у нас будет очень много добавок для регенерации слизистой ЖКТ, поэтому, ну, конечно же, не только начнем мы вообще с вот таких вот интересных девайсов. В общем, давайте начинать, будет, как обычно, очень интересно. Итак, я уже вам показала, самая первая моя покупочка, это вот такая вот расческа. На самом деле, я просто решила обновить все домашние расчески, начала смотреть, что, в принципе, есть на iHerb, и нашла вот такую вот штуку, ну, на самом деле, я ее взяла для укладки, но я, конечно, знаете, боялась, что эти щетиночки будут жесткие, потому что у меня была дома раньше такая, причем была такая достаточно неплохая, брендовая, да, и вот эти вот щетинки были очень-очень-очень жесткие, и мне они прям неприятно травмировали голову. Вот это прям реально мягкое, очень комфортный дизайн, ой, комфортный дизайн, очень комфортная ручка, симпатичный дизайн, такой неплохой диаметр, мне кажется. Если у вас волосы средней длины, то я думаю, что будет неплохо. В общем, буду пробовать, потом вам расскажу. И еще одна расческа, чтобы уже с этим на сегодня закончить, это последняя, она натуральная, полностью деревянная, здесь даже деревянные вот эти вот зубчики, вообще отзывы очень хорошие, вроде как не очень подходят для густых волос, но посмотрим, да, как бы мне это, в принципе, не актуально, чтобы она для густых подходила, но здесь прям бамбуковая, прям написано, это лакшери, премиум, все такое, в общем, отзывы на самом деле тоже хорошие, очень приятные, потому что это дерево, ну, на самом деле безумно приятное, я прям уже хочу, специально ждала, чтобы вам снять, не распаковывала, но очень хочу протестировать, так что скоро будет тест. Так, следующий, давайте, наверное, начнем с таких добавок, которые, в принципе, меня, честно скажу, попросили заказать. Это какие-то вкусняхи, какие-то крекеры, медовое, горчичное, луковое, что-то такое, я даже, мне было интересно, видите, пачечки не вскрытые, поэтому я не знаю, как они на вкус, но на самом деле отзывы специально залезла, почитала, они прям хорошие, там все хвалят, как это вкусно, и знаете, мне прям очень интересно попробовать, потому что на Херби очень много всяких таких ништяков, вот, и действительно, иногда очень хорошо отзывы на то, что малосъедобно, и наоборот, кстати, еще вам покажу, тоже две такие вот, ой, две вот такие вот пачки, это какие-то печеньки, но они уже сладкие, и я даже почитала историю, тут какая-то женщина, вот она нарисована, она создала прям какой-то уникальный суперпродукт, какие-то брауни там с начинкой, вот по ее технологиям там делали что-то вот это, это вот такие вот печенечки, и здесь какие-то дропсы, там или шоколадные, или здесь вот соленая карамель, в общем, не знаю, мне кажется, что я вообще люблю пробовать на самом деле все новое, и для меня это не как еда, да, а больше как попробовать для опыта, для эксперимента, вообще обожаю вот такие истории, поэтому тоже обязательно, конечно же, попробую, если вам интересно, напишу потом в комментариях. Ну что, давайте переходить к непосредственно уже добавочкам, смотрите, это то, что наверняка знают многие из вас, химоплекс, это железо с кофакторами, здесь на самом деле достаточно большая дозировка, по-моему, да, 85 миллиграмм, и здесь и витамин С, и Б-шки, они не призваны для того, чтобы восполнять Б-шки отдельно, да, но они призваны для того, чтобы улучшить усвоение железа, конкретно вот эту дозировку в моменте, поэтому, в принципе, работает неплохо, если у вас действительно проблемы с железом, если вы устранили все причины, по которым у вас могли быть эти проблемы, да, потому что это и состояние кишечника, и, опять же, дефицит каких-то кофакторов, и, возможно, у вас куда-то сливается железо. Я скоро сделаю отдельный вебинар по поводу анемии, расскажу там подробно-подробно все, потому что очень часто истории у меня в Директ, что делать с высоким ферритином, с низким ферритином, почему у меня низкий гемоглобин, ябки железа, ничего не поднимается, в общем, скоро обо всем этом расскажу, все вопросы вот эти все разберем, поэтому будет понятно, но вообще химоплексы я тоже люблю из серии «Дешевая сердита», но часто достаточно, ну, не часто, иногда вызывает какое-то неприятное ощущение в ЖКТ, может какие-то изжоги, повреждать немножечко слизистую, поэтому обязательно наблюдайте, в принципе, это относится к любой добавке, если вы начинаете что-то вводить, наблюдайте за своими симптомами. Так, следующая добавка, тоже примитивная, но очень нужная, это витамин Д, вы знаете, я вам показывала, я очень люблю от фирмы Sport Research, такой в черной баночке с К2, но его очень часто нет в наличии, я вам про него постоянно говорю, вы, наверное, его разбираете тут же. Я взяла такой, в принципе, раньше я его тоже пила, он достаточно неплохо работает, самый обычный от фирмы Nao, когда-то это был витамин Д, с которого я начинала, в принципе, свое вхождение в историю с БАДами, и именно он помог мне решить вопрос с Витилиго, поэтому горячо люблю именно этот витамин Д, в общем, тоже используйте, если вы пьете там с К2, можете какое-то время попить без К2, в общем, тоже так же регулируйте. Следующая добавка просто must-have, если у вас есть какие-то проблемы с энергией, она способствует увеличению выработки именно клеточной энергии, здесь в форме убахинона, но есть еще и в форме убахинола, вообще говорят, что нашему организму нужна и та, и та форма, и убахинола гораздо дороже, поэтому вы можете пробовать и одно использовать, и другое, сочетать там с ПКК, то есть вы можете увидеть на Ахербе очень много разных комплексов, если у вас, там, вашим родителям, либо вам 60+, я вообще рекомендую пить ее просто на постоянной основе, начиная с каких-то минимальных дозировок, там, соточки, например, да, вот это 100 мг, а дальше увеличивая 200 и даже 300, я думаю, что вы заметите прилив сил, заметите выработку вот этой вот энергии, увеличение энергии, в общем, рекомендую, очень классная добавка, я тоже заказала родителям, но сама, в принципе, пропивала, в следующий раз закажу и себе. Итак, что же у нас дальше, давайте, наверное, покажу вам, перед тем, как начать уже, в принципе, с ЖКТ, покажу вам еще одну добавку, это вот такой вот чай, в принципе, здесь написано Skin Detox, для улучшения качества кожи, но по факту у этой фирмы очень хорошие разные чаи, и знаете, я слышу его запах, хотя там каждый в пакетике, но запах, на самом деле, очень классный, хотя здесь роза и гибискус, по-моему, но я вообще, в принципе, розу не люблю, и если я слышу где-то запах розы, меня прямо аж передергивает, ну, кроме цветов, конечно, да, а здесь пахнет очень приятно, поэтому будем тестить, меня попросила сестра его заказать, но я думаю, что я, конечно же, тоже попробую. Итак, следующая штука, которой я вам уже как-то тоже рассказывала, это вот такая большущая банка, у меня были гуминовые и фольфовые минералы, на этот раз, в принципе, там никаких вообще не было в наличии, и я решила заказать именно гуминовые минералы. Как я уже сказала, это супер важная добавка в работе со слизистой, да, я ее сказала себе с целью заживления, восстановления слизистой ЖКТ, вообще гуминовые минералы являются таким, скажем так, природным антибиотиком, антисептическим средством, в них содержится огромное количество каких-то полезных веществ, аминокислот, в общем, на самом деле, просто кладезь всего-всего, они и помогают бороться с вирусами, и улучшают гормональное здоровье, и снимают воспалительные процессы, причем пишут, что даже в суставах снимают воспалительные процессы, в общем, мне кажется, что это на самом деле какая-то волшебная штука, и я уже как-то говорила, что если бы забрать все добавки и сказать, например, что вы можете пить только какую-то одну добавку, то, скорее всего, я бы, наверное, выбрала гуминовый минерал, такая тяжеленькая бутылочка, в общем, буду пробовать, обязательно потом вам расскажу. Так, продолжаем. Следующая добавка тоже для заживления слизистой, у меня одна есть уже сейчас, но уже заканчивается, поэтому я заказала себе целую большую банку, это деглитеризированная солодка, на самом деле очень крутое средство и по заживлению слизистой, и используется в протоколах по лечению хеликобактера без антибиотиков, точно так же она классно работает на лимфу, есть даже такой рецепт, когда вы выпиваете парочку таблеток, ну не выпиваете, они жевательные таблетки, да, то есть их можно рассасывать, они обладают достаточно сладким вкусом, вы их рассасываете, и, соответственно, это запускает ток лимфы, потом вы идете делать какие-то упражнения, там, либо в сауну активно потеете, очень круто по утрам разгонять лимфу таким образом, и потом можно выпивать какой-то сорбент, если у вас действительно какая-то застойная лимфа, и, в принципе, вот это все будет выводиться. На самом деле классные коктейли, вы можете использовать его вместе с упражнениями для лимфы, и у меня есть ролик отдельный на эту тему, там, где я рассказывала, как запустить лимфу, вот солодку как раз-таки туда, ну и, конечно же, очень круто обволакивает, заживляет слизистую, используется перед едой, я уже сказала, что обладает сладковатым вкусом, если вы не любите лакрицу, то, ну, как бы, тут, конечно, такой лакричный вкус выражен, я не люблю лакрицу, но эти таблеточки мне очень нравятся, мне кажется, их можно использовать, даже если вам просто хочется сладенького, можно взять немножечко и пожевать, либо рассосать одну штуку, мне кажется, отличный вариант. Следующая добавка, продолжу рассказывать о слизистой, это мастиковая смола, на самом деле добавка, которую одно время просто было нереально отловить на херп, но, слава богу, все производители собрались, одумались, но выпускали новых, поэтому сейчас, в принципе, это не проблема. Мастиковая смола обладает точно так же какими-то, знаете, противомикробными, противовирусными историями, тоже классно работает, и неотъемлемая часть протокола по борьбе с хеликобактером. Очень хорошо снижает воспалительные процессы и даже залечивает гастриты и язвы, поэтому пробуйте, знаете, что я вообще считала, что если сильно поврежденный кишечник, и все-таки это смола, она обладает таким вяжущим свойством, то изначально могут быть достаточно такие неприятные боли и дискомфорт, поэтому если у вас боли возникают и смотрите один прием-два, то есть они не утихают, то тогда, наверное, будет логичнее сразу снять какими-то другими, более, скажем так, не такими вязкими средствами воспалительный процесс, а дальше уже пробовать подключать мастиковую смолу. Ну и, конечно же, не забываем, что всегда могут быть какие-то индивидуальные непереносимости, это тоже крайне-крайне важно. Так, что у нас дальше, еще пройдемся по слизистой. Смотрите, я заказала, это ржавый вяз, я заказала две разные баночки тоже, да, разные фирмы, в принципе, принцип действия точно такой же, да, то есть у вас, вы выпиваете эту таблеточку, и она обволакивает, то есть она создает такую слизь и обволакивает желудочно-кишечный тракт. Кстати, можно использовать даже, ну, условно, скажем так, как такой легенький сорбент, да, и ни в коем случае нельзя использовать рядом с другими добавками, потому что вот этот вот слизистый слой просто не даст ничему остальному всосаться. Можно использовать на ночь, максимально далеко, да, от всех добавок, можно использовать натощак, опять же, до приема всяких витаминов, минералов, чтобы прошло какое-то время, чтобы они потом у вас могли всосаться. Ну и желательно где-то там хотя бы за час до завтрака. В общем, это все тоже в протоколе по заживлению, восстановлению, и я бы даже сказала, защите слизистой. Ну и давайте, наверное, закончим уже со слизистой. И здесь у меня еще вот такой вот сироп Алтея. По сути, действие точно такое же, но, естественно, скажем так, ингредиенты в составе, они абсолютно другие, действующее вещество другое, поэтому и воздействовать на слизистую будет, конечно, иначе. Но тоже слизеобразующее, обволакивающее, защищающее. И очень важно, что вот этот вот раствор, он не содержит спирта. У нас можно, в принципе, Алтея купить в аптеках, но все настойки будут спиртовые. Здесь спирта нету, то есть его можно легко и детям давать, и себе. То есть понимаешь, что если уже слизистая повреждена, дополнительно она не будет раздражаться. И очень круто еще работает на бронхолегочную систему, если у вас какие-то моменты там с кашлем, какие-то повреждения легких. Ну, тоже в этих вот терапиях легочных тоже дополнительно, как дополнительная поддержка очень хорошо работает, поэтому пробуйте, вроде как должно быть хорошо. Так, следующее, что я вам покажу, это спирулина. Вы знаете, на самом деле со спирулиной у меня как бы отношение напряженное. Я очень долгое время ее избегала. Во-первых, при аутоиммунных заболеваниях к хлорелии, спирулине нужно быть осторожными, нужно относиться очень аккуратно, да, потому что непонятно, какую реакцию иммунный ответ вообще какой она вызовет. Вот, но я решила попробовать, потому что спирулина все-таки сама по себе обладает огромным количеством витаминов, минералов, у нее огромное количество положительных свойств. Здесь очень-очень много белка, то есть это, ну, как бы странно это не звучало, это достаточно высокобелковый продукт, поэтому я решила все-таки взять себе попробовать, и опять же в комплексе для заживления слизистой ЖКТ, плюс если у вас уже поврежден ЖКТ, то из таких вот натуральных веществ, минералы будут всасываться гораздо легче. Так, что у нас дальше? Дальше покажу вам еще одну классную добавку, это куркумин. На самом деле куркумин, в принципе, показан в очень многих случаях, он классно работает как противовоспалительный агент, он хорошо работает с инсулинорезистентностью. В данном куркумине мерива содержатся еще фосфолипиды, это очень-очень важно, потому что они помогают усвоению куркумина. Еще перец черный хорошо помогает куркумину усваиваться, и вы можете часто увидеть его в комплексах, но если есть скомпрометированная слизистая, если есть проблемы с ЖКТ, то, к сожалению, могут быть такие вот какие-то неприятные реакции, поэтому я взяла вот такой с фосфолипидами. Опять же, я уже сказала, да, как противовоспалительная история, в том числе работает на слизистой ЖКТ, тоже снижает воспаление. Поэтому будьте тоже аккуратны, повторюсь, как и с любой добавкой. Иногда куркумин может провоцировать какие-то неприятные реакции, может быть какая-то личная индивидуальная непереносимость, ну и, конечно же, аккуратно с аутоиммунными заболеваниями в том числе, потому что есть моменты, когда куркумин все-таки при аутоиммунных заболеваниях, в зависимости от типа доминирования, может какие-то моменты усугублять. Так, следующая добавка – это L-карнозин. Наверняка многие слышали про цинкарнозин, он хорошо работает для заживления слизистой. L-карнозин работает, тут даже написано антиоксидант, сразу большими буквами, да, митохондриальное здоровье. На самом деле это такая, знаете, скажем так, аминокислота, которая в целом омолаживает, обновляет наш организм, заставляет активнее регенерироваться кишечник. То есть такая таблеточка от здоровья. Вот если вы хотите, таблеточка, я сказала, от здоровья, от старения, если вы хотите прожить дольше, если вы хотите быть полной силы, энергии, то я думаю, что в большинстве случаев эта аминокислота будет вам показана. Ну и, конечно же, как всегда, есть много нюансов приема, тоже имейте это в виду. И, кстати, L-карнозин еще помогает бороться с закисленностью организма, да, поэтому при окислительном стрессе тоже будет очень-очень актуально. Так, следующая штука, опять же, показывал вам ее уже раньше, ГСЕ – это экстракт косточек грейпфрута. Просто супер необходимая вещь на первых этапах каких-то заболеваний. Я вообще очень часто использую в своих программах как противомикробную историю, да. Единственное, конечно, есть нюансы, что она разгоняет первую фазу детоксикации, поэтому там нужно подхватить своевременно, да, там вторую фазу. Но я в программах всегда это учитываю, а вы же будьте внимательны. В принципе, по сути, просто всегда поддерживайте свои системы детоксикации, тогда никаких проблем особо не возникнет. Опять же, не забываем про индивидуальную непереносимость. Я просто капаю воду при первых симптомах простуды. У меня есть она и у родителей, и в деревне, как бы везде. Я купила себе на всякий случай, хотя у меня ее не было. К сожалению, точнее, к счастью, у меня как бы особо не было необходимости. Но, тем не менее, я решила, пусть будет. Если только вы чувствуете первые симптомы простуды, просто берете там полстакана водички и капаете туда. Можно 15 капель, можно 30. Кому какие дозировки заходят. Мне, в принципе, я на своих 15 вообще использую, да, более чем достаточно. Можно подключать больше, если как-то не видите эффекта, либо если вы используете вкупе с какими-то другими препаратами, то я думаю, что 15 капель будет достаточно. Так, следующая добавка тоже уже была раньше в моих разборах. Это молибден. Я очень люблю именно торновский молибден. Здесь дозировка 1 мг. На самом деле, можно использовать иногда даже до 3 мг. Но, опять же, нужно понимать, как это делать, для чего это делать. Я использую для работы со своей сульфатацией, потому что я выяснила, что у меня не все с ней хорошо. Если у вас есть дисплазия соединительной ткани, если у вас хрустят суставы, вот у меня раньше прям конкретно хрустели, если вы как-то неадекватно переносите вино, особенно красное, у меня, например, краснели щеки, может быть, головная боль, может быть, чихание. То есть это очень-очень важные диагностические симптомы. Не думайте, что просто мне не идет вино. Если у вас какие-то неприятные реакции после употребления лука, чеснока, если у вас не очень хорошо переносится яйца, в том числе, да, если вы не переносите сухофрукты, потому что они обрабатываются тоже сульфитами. В общем, вполне вероятно, что у вас тоже есть проблемы с сульфатацией, поэтому обязательно этот момент закрывайте. Если вы видите подозрение на высокий аммиак в анализах, тоже все это имейте в виду, молибден будет главным помощником. И очень аккуратно с молочной продукцией, потому что молочная продукция истощает молибден, и тем самым, если у вас уже есть его дефицит, а вы еще дополнительно едите любую молочку, неважно, козью, коровью, то вы можете этот дефицит дополнительно усугублять, ну и, соответственно, ваше состояние улучшаться точно не будет. Следующие две очень интересные добавки, опять же, заказала себе, это гинго-белома и пикногеллон. Это, на самом деле, для чего я их конкретно заказала? Для глаз. То есть они улучшают кровообращение, они улучшают, в том числе, мозговое кровообращение, да, то есть у меня есть зажимы в шейных артериях, то есть там по МРТ у меня не очень все хорошо, я не сильно понимаю в этих моментах МРТшных, что у меня там написано, но написано много всего. В общем, я буду принимать для того, чтобы именно улучшить кровообращение, в том числе мозговое кровообращение. Вообще эти добавки, я уже сказала, улучшают работу сосудов, улучшают работу мозга, улучшают кровообращение. А если у вас есть какие-то проблемы с памятью, тоже будут актуальны, мне кажется, уже тоже по этому поводу нужно. Если есть какие-то предпосылки к варикозной болезни, то же самое, в комплексе с какими-то другими добавками, я думаю, будет очень актуально. Обязательно потом поделюсь с вами, как они сработают. Вообще гинго-белобу я постоянно заказываю маме, то есть ей даже когда-то рекомендовали, но то, что продается у нас в аптеках, к сожалению, он очень низкодозный. А здесь все-таки дозировка уже гораздо-гораздо поприличнее. Итак, осталось две добавочки, потерпите, но на самом деле они две просто суперкрутые. И это пробиотики, и одна, и следующая тоже будет пробиотики. Это пробиотики, которые непосредственно будут нам поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта. Напоминаю, что перед тем, как мы используем пробиотики, мы обязательно залечиваем слизистую желудочно-кишечного тракта, убираем какую-то патогенную историю, и потом уже добавляем хорошие микроорганизмы. Но вот эти, кстати, микроорганизмы, их уникальность состоит в том, что они, в принципе, во-первых, устойчивы и к действию соляной кислоты, то есть желудки выживают, и устойчивы к действию желчи. Плюс они могут прикрепляться к стеночкам кишечника, потому что вы знаете, что пробиотики – это транзиторная флора, то есть они не задерживаются у вас в организме, они выходят, в принципе, как зашли, так и выходят. То есть они работают только в момент нахождения в кишечнике, пока они не успели выйти. Так вот эти вот могут задерживаться, они как-то могут прикрепляться к форсинкам кишечника, и даже там колонизировать. То есть это, конечно, уникальная история. Они вытесняют патогенную микрофлору, работают вроде как и с какими-то коками, и с кандидой помогают справляться. И вообще, мне кажется, у них какая-то масса уникальных свойств, поэтому можете пробовать. Опять же, не факт, что они подойдут конкретно вам, но я думаю, что... Кстати, знаете, что еще читала, что они используются у деток, если есть какие-то проблемы с кожей, то есть там атопический верматит, например. Есть точно такие же, нахер можете поискать точно такие же, но Kids – вариант для детей. Опять же, смотрите, используйте, наверняка там будут какие-то отзывы мамочек, которые уже пробовали. Так что, я думаю, найдете там тоже что-нибудь полезное по этому поводу. Ну и, конечно же, они улучшают пищеварение, помогают справляться с газами, вздутиями. Вот, поэтому я думаю, что тоже будет актуально. Ну и последние пробиотики, они тоже поддерживают целостность кишечной стенки, тоже вытесняют патогенную флору. Они используются в протоколах по лечению хеликобактера. Они замедляют, точнее, не дают хеликобактеру прикрепляться к стеночкам желудка, и таким образом он отщепляется, точнее, она, эта бактерия, да, отщепляется и выселяется из нашего организма. Ну и, естественно, использование таких вещей, в принципе, помогает нам укрепить иммунный ответ, потому что не дает нам повреждать слизистую кишечника, и наоборот, пробиотическими полезными штабами даже ее регенерирует, восстанавливает. Ну что, ребят, в принципе, мы на этом закончили. Коробка пустая. Я надеюсь, что вы обязательно что-то себе из сегодняшнего обзора взяли на заметочку, что вам было полезно, что вам было интересно. Поэтому заказывайте обязательно. Я вот здесь вот оставлю свой промокод. Если вы будете его использовать, то мне будет очень приятно. Это маленькая благодарность за мой труд. Я обещаю вам рассказывать, если вам интересно, о том, что мне подошло, что мне не подошло, что я могу посоветовать, или что не могу, что точнее не буду советовать. И, конечно же, самое лучшее из того, что мне понравится, вы обязательно увидите в моих программах, потому что я сразу все тестирую на себе, а потом уже запускаю в работу, скажем так, и даю вам. Ну что, я надеюсь, вы провели это время с пользой, вам было интересно. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, колокольчики. Я очень рада каждому из вас, очень рада всем вашим комментариям. В общем, спасибо, что вы со мной. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.